Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. С вами, как всегда, Игорь, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о первой части пятого тома цикла «Полари. Боги и люди». И да, я понимаю, логично было бы уже дождаться воскресенья, когда выходит вторая часть, и сделать подробный обзор полностью на всю книгу. Но я не помню, чтобы я когда-либо прослушивал хоть какую-либо книгу так быстро, даже половинку, которая в цикле «Полари», если по чесноку, гораздо больше, чем многие другие полноценные книги. И поэтому данный ролик, наверное, все-таки не обзор, а просто пока эмоции все еще свежи, хотел бы с вами ими поделиться, плюс немножечко построить несколько теорий, как я думаю, что будет развиваться сюжет. Поэтому совсем чуть-чуть, вначале я поговорю без спойлеров, а далее мы окунемся полностью в море спойлеров. Поэтому, если вы все еще не считали, наверное, этот ролик все-таки не для вас. Ну, я сделаю вот это вот разделение в ролике, когда вы вводите мышкой, вы увидите, где часть без спойлеров, где часть со спойлерами. Итак, где-то позавчера в паблике Кирилла Головина я вижу, окей, боги и люди доступны. Как купить? Пишу Кириллу, он мне говорит, что книга доступна на Буклис, захожу, покупаю, начинаю слушать. Это было днем, я слушал до вечера, пошел спать, проснулся, продолжил слушать, пока не закончил полностью всю книгу. То есть, единственное, что смогло меня отвлечь от прослушивания богов и людей, это сон. То, что я обязан делать, иначе мне будет очень плохо. Все другие факторы, какие бы они ни были, ничто не помешало мне слушать эту книгу. Я не помню, чтобы я когда-либо брал хоть что-либо, какую, неважно какую книгу, и слушал ее просто нон-стоп, без остановки. Наверное, здесь сказалось ожидание. А учитывая то, как закончилась четвертая книга, на каком Клиффхангере, сколько эпика и напряженки роман Суржиков засунул в концовку четвертой книги практически с каждым из персонажей, то, естественно, как только появилась пятая книга, это сразу быстрее, 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 быстрее узнать, что же там произойдет дальше. И, наверное, все-таки первый том, он достаточно более ламповый, что ли. То есть у нас здесь происходят события, происходят достаточно масштабные события, но при этом не ощущается, что вот все, вот она, концовка. Скорее ощущается, что мы выходим на финишную прямую. То есть мы как бы готовимся, разогреваемся перед самым, самым настоящим уже действительно эпиком. Первая половинка действительно поглощается на одном дыхании. Если вас интересует вопрос, разочаровал ли роман, спустился ли его уровень, нет, наоборот. Скорее он, как писатель, действительно становится все лучше и лучше с каждой книгой. И мне кажется, что во второй половине книги он нас удивит еще больше, потому что сейчас у нас, опять же, мы вышли на финишную прямую. И, наверное, вот во вторая половина и самая последняя книга, это действительно будет уже просто полное сумасшествие в хорошем смысле этого слова. Возможно, я что-то надумываю, учитывая, опять же, что Роман Суржиков явно писал эту книгу не за последние два месяца. Но у меня сложилось небольшое впечатление, что вот последние события, которые начались в конце февраля, каким-то образом все-таки повлияли на эту книгу. Может быть, я притягиваю. Опять же, учитывая то, что Полари все-таки разбирает вечные достаточно темы, и какая бы события ни происходили, всегда можно каким-то образом взять тематики той книги, которую ты читаешь, и попытаться посмотреть под этим углом на те события, которые происходят прямо сейчас с нами, то вполне возможно, что я притягиваю за уши. Не знаю, было бы интересно поговорить с самим автором и спросить его, повлияли ли вот последние два месяца, и взял ли он и редактировал ли как-либо вот то, что он написал, первую половину, в соответствии с теми событиями, которые произошли за последнее время. Если вы прочитали уже эту книгу, то скажите, пожалуйста, были ли у вас такие ощущения, или это чисто вот моя интерпретация такая. Итак, да закончились без спойлерной части, давайте перейдем уже к непосредственно спойлерам, и я тут хочу пройтись по каждой главе, по каждому заголовку. Начнем мы со свидетеля. Нави у нас бог. Как закончилась четвертая книга, я думаю, многие из вас, как и я, были такие, чего? Бог? Боги спустились в Полари, но теперь мне кажется, что роман готовит нам определенный сюрприз. В том плане, что не зря, господи, как ее зовут, Клаудия, что ли, которая вместе с Глорией, подвергает сомнению божество Нави, и я думаю, что это не просто сделано для того, чтобы показать нам, что, ну, мол, люди не очень хотят поверить в то, что божественные существа спускаются на землю. Мне кажется, что это уже достаточно избитая тема, чтобы роман снова пошел по этой тропе. Мне кажется, что он готовит нам здесь какой-то сюрприз. Как минимум, Нави, наверное, все-таки бог, но навряд ли божество в мире Полари это то, что воспринимают жители этого мира, то есть какое-то действительно всемогущее существо. Скорее всего, у нас есть какая-то цивилизация, которая, видимо, достаточно более продвинута, чем то, что мы видим в мире Полари, которая осознала, как именно контролировать магию, и таким образом стала самоназванными богами, которые в конечном итоге, наверное, просто обычные люди, просто достигшие невероятного какого-то развития. В целом, наверное, все-таки ветка Нави была не самой интересной в этой книге, потому что, ну, она, в принципе, не так уж и сильно продвинулась, и я по-прежнему пока что не совсем понимаю важность ее. Да, понятное дело, что такой человек, полубог или бог, как Нави, скорее всего, будет исполнять какую-то важную роль в судьбе этого мира, но вот поиски Глории, дочки и вот так далее, я не совсем понимаю, каким образом это связано, и как это может вообще повлиять на достаточно эпичные события, которые происходят сейчас уже в мире, что, естественно, только лишь подогревает интерес к второй половине книги. Следующий, о ком хотелось бы поговорить, это, наверное, Аланис, которая стала для меня одним из самых главных сюрпризов этой книги. То есть это тот персонаж, который меня не вызывал вообще никакого уважения на протяжении всего цикла. То она гнобила у нас, как не знаю что этого, господи, Джоакина. В первой книге она вообще вела себя, ну, сами помните, как кто, я не буду это озвучивать, это слово. Потом далее она предала Эрвина и пошла кукловоду. То есть это тот человек, который, ну, если у нас и есть уже отрицательный герой, то она подходит вот под все категории. Мне кажется, что роман дает ей возможность пройти каким-то путем, как минимум хотя бы возможность. Я не знаю, пройдет ли она, но тот факт, что с ней произошло, я думаю, те, кто читал, понимают, о чем идет речь. Сцена с Пальцем Паулем и с ней в каюте. И, конечно же, действительно такие моменты обычно меняют людей, даже самых непробиваемых людей. И тот момент, где она убивает Пальца, мне прям зашел. Я ее даже немножечко зауважал. И мне кажется, мне кажется, что все-таки, наверное, роман готовит ей не путь искупления, а путь, наверное, все-таки пробивания в высшие ранги слуг Ида. Что у нас по поводу Хармана? Бедный мой, любимый мой торговец. Вот обожаю я его внутренние диалоги. Он, конечно, такой своеобразный персонаж. Тема, как он уже готовился стать министром финансов или что-то в этом роде у Адриана, когда тот вернет себе императорство, это было, конечно, весело. И когда Низа его спалила, и все начали его называть министром, это действительно, наверное, самая юморная часть этой книги. Учитывая то, как Хармана по жизни просто штырит, то он на коне, на вершине, то он абсолютно в самом низу грязи, мне все-таки кажется, что, наверное, где-то ближе к концу роман вернет его, если он выживет, вернет его в ту самую точку, где он был в начале книги. Он, наверное, все-таки придет к умозаключению, что самое спокойное, самое лучшее для него, для его жизни, это просто путешествовать с торговым караваном и продавать подороже то, что он купил подешевле. Ну, потому что с того самого момента, когда судьба предложила ему сменить статус его жизни, продать вот эту вот сферу и уйти на покой, все в жизни Хармана пошло, сами знаете, по каким х. И все-таки в первом томе у нас не очень много вещей происходит с Харманом в плане событий, но он приходит к разгадке, которую мы с вами, я более чем уверен, очень-очень хотим уже узнать. И все-таки мне кажется, что Харман будет действительно достаточно полезным союзником для Адриана. Но не стоит забывать, что в первую очередь Харман это союзник Хармана. И какие бы ни были выборы перед ним, он навряд ли будет выбирать чью-либо сторону, кроме как свою собственную. Мими тоже в первой половине книги не сильно воодушевляет. Просто сидит, что-то киснет, там какие-то планы строит по свержению Эрвина, который ее обманул. Ну, сама она сделала такой поступок, на мой взгляд, который не сильно прибавляет ей каких-либо баллов. И было очень приятно читать, когда вот Марк ее отчитывал и объяснял ей приблизительно, ну, в чем она не права, потому что в данной ситуации я действительно согласен, наверное, все-таки более с Марком. Мне симпатична Минерва. Это тот персонаж, о котором мне обычно достаточно интересно читать, несмотря на ее мэрисьюшность в некоторых моментах. Но все равно, если выбирать из этой парочки, как Эрвин и Минерва, я думаю, что большинство людей согласятся со мной, и что Эрвин все-таки, наверное, гораздо более подходящая кандидатура на правителя. Да, Эрвин тот еще типаж, он, конечно, далеко не светлый рыцарь в белых доспехах, но при этом все-таки, наверное, он поумнее, чем Минерва, и пожестче, что требуется в данной ситуации. Ну и перейдем к самым интересным персонажам в первом томе пятой книги. Это, естественно, Эрвин и Джоакин. И начнем мы со второго. Джоакин бесит. Бесит, безусловно, и опять же, это не камень в огород писателя. Он делает отличную работу с этим персонажем. Он показывает нам становление, можно сказать, самого настоящего темного лорда. Ну, как минимум, темного слуги темного лорда. Потому что вспомните Джоакина в первой книге. Это паладин, который следует кодексу чести. Но опять же, у Джоакина всегда было немножечко как у Фрейда. Знаете, есть разделение на суперэго, эго и ид. Кстати, интересно, это совпадение или нет, что у Фрейда все наши злые, скажем так, эгоистичные желания, животные, они характеризуются как ид, а в мире поларе у нас темный ида. Символизирует все плохое. Наверное, все-таки совпадение. Но опять же, еще один вопросик, который я хотел бы задать Роману Суржикову. Просто у Джоакина есть суперэго. Это кодекс чести, который он впитал в себя вместе с наставлениями отца. И есть ид. Все его вот темные животные желания. Его настоящие. То, что действительно он хочет в глубине души. Суперэго это то, как бы мы хотели, чтобы окружающие нас видели. Наверное, суперэго Джоакина начало ломаться, по-моему, во второй книге, когда он пытался помочь Аланис, которая гнобила его, на чем свет стоит. И Джоакин начал понимать, что, следуя тому кодексу чести, все равно окружающие не воспринимают его светлым, благородным рыцарем. Потому что он, ну, он простолюдинка, которая куда-то там более-менее выбилась. И вот я лично вижу вот это вот смещение суперэго полностью, которое идет в Ид. Сейчас мы уже начинаем видеть в этой книге, что он получает удовольствие от того, что избивает Иону. И вы знаете, возможно, если смотреть на поведение Джоакина под каким-то углом, оно, наверное, может быть каким-то образом оправдано. Но лично для меня это не та ситуация. Где-то я читал, или где-то я слышал выражение, что человек познается не в том, как он относится к своим друзьям, а в том, как он относится к своим врагам. И Джоакин относится со своими врагами, как полная мразота. Понятное дело, что Джоакин не воспринимает этот мир с глобальной точки зрения. Какие-то там кукловоды его волнуют. Этот чувак хорошо относится ко мне, этот чувак ко мне плохо относится. Значит, это хороший чувак, а это плохая чувиха по имени Иона. И, конечно же, посмотреть на Мартина и понять, что речь идет о полном психопате, которому место как минимум либо психушки под строгим надзором, либо желательно где-нибудь в могилке какой-нибудь. Джоакин, ну, просто не обладает такими умственными способностями, чтобы это увидеть. И сейчас мы видим с вами, как Джоакин уже полностью погружается в тьму, полностью погружается в служение темному Иду, и меня это удручает. Мне от этого становится грустно, потому что, несмотря на свою непробивную тупость, до концовки четвертой книги Джоакин мне был все-таки местами очень даже симпатичен. Все-таки я надеюсь, что роман готовит ему хоть какое-то искупление, но не может он быть полностью непробивным. На протяжении всех книг абсолютно все используют Джоакина. Просто Алани с Иона делали это с помощью палки, а Шейланды делают это с помощью морковки. Но хоть в конце всего этого цикла Джоакин уже должен понять, что его используют. Использовали там и использовали здесь. И сделать что-то самостоятельно, что-то собственное. Прийти к какому-то решению не потому, что его манипулируют, а потому, что он сам что-то понял. Я надеюсь, что роман нам все-таки это действительно покажет, потому что Джоакин все равно симпатичный персонаж, какие бы косяки он ни строил. Ну и, конечно же, Эрвин София Джессика Ориджин. На мой взгляд, согласен со мной автор или нет, но самый интересный и главный персонаж этого цикла. Да, для меня он главный персонаж этого цикла, потому что это тот человек, который на протяжении всего цикла возглавляет, действительно осознанно возглавляет, сопротивление против темного Ида и кукловода и так далее. Да, у него куча эгоистичных амбиций. Да, он хочет стать императором, да, он хочет стать повелителем и так далее, и так далее. Он феодал, который не хочет такого же развития, как, например, хотел Адриан, что, естественно, минус Эрвину. Но при этом это все равно персонаж, который, на мой взгляд, прошел самый долгий, самый развитый путь становления персонажа на протяжении всего цикла. И я очень рад, что в первой половине пятой книги роман уделил ему гораздо больше времени. Главы, связанные с Эрвином, занимают час-полтора, в отличие от остальных, которые занимают там 39-40 минут. Я имею в виду начитки Кирилла Головина. Я, естественно, слушал все в его озвучке. И, вы знаете, тут я жду какого-то подвоха. Да, Эрвин сталкивается здесь с достаточно серьезными проблемами. У него не так уж большое войско. Он не знает, что делает. Он думает, что Иона мертва. Теперь он узнает, что она жива. То, что она жива, действительно создает ему определенные проблемы, потому что он не светлый рыцарь, который мстит за смерть своей сестры, а вполне возможно узурпатор, который хочет покорить весь этот мир. Но при этом, как-то вот в плане ощущений, все равно кажется, что какие бы проблемы не сваливались на Эрвина, учитывая тех союзников, которые его поддерживают, учитывая ту армию, которая его поддерживает, даже несмотря на то, что у него сейчас есть какие-то определенные трудности, все равно это не то, с чем он не может справиться достаточно без проблем. Тот же кукловод, у него, ну, осталось совсем немножечко людей. Да, они, конечно же, с перстами Вильгельма, но при этом они все равно не смогут справиться там с десятками тысяч кайров. Это невозможно. Они их все равно завалят каким-нибудь образом. Мы видели с вами в конце четвертой книги, что могут сделать кайры достаточно скромными цифрами, с целым дворцом, с целым замком. Да, у Панарха Альмеры тоже немало союзников, достаточно серьезная армия. Может ли она соревноваться абсолютно со всей империей, опять же с северянами, такими, какими они показаны на протяжении всего цикла? Мне кажется, нет. Мне кажется, что если действительно будет сражение, где стенка на стенку, полные силы Эрвина против полных сил Галлада Альмеры, ну, опять же, будет полное избиение малолетних. И меня это заставляет напрягаться. У меня внутри вот в животе какое-то чувство, что Роман готовит Эрвину какое-то западло. Такое, что заставит его быть действительно на краю. Потому что, ну, мы приближаемся к концовке, и должно обязательно быть такое событие. Не может быть, чтобы просто Эрвин так прошелся, победа, немножечко более трудная победа, теперь еще одна победа, и все, в принципе, конец книги. Мы победили, кукловод убит. Я очень-очень рад, что вторая половина выходит в воскресенье, потому что ждать продолжения очень-очень-очень тяжело. И, конечно, ждать шестую книгу будет еще тяжелее. Я уверен, что Роман готовит нам огромное еще количество сюрпризов, где мы будем с вами читать, либо слушать вот с таким вот выражением лица. Типа, о боже, что сейчас произошло. Я обязан с кем-либо это обсудить. И надеюсь, что вот этот ролик вам тоже понравился. Я буду ждать ваши комментарии. Пишите, если вы читали эту книгу, какие моменты вам понравились, какие вопросы, что у вас, какие мысли по этому поводу. Как всегда, буду рад пообщаться с вами на эту тему. Меня сейчас прет. Очень хочется обсудить некоторые вопросы по первому тому. Поэтому обязательно пишите комментарии. Ну, если хотите поддержать этот ролик, кто там, лайки, подписки, вы прекрасно знаете, что нужно делать. Я же, как всегда, хотел бы выразить огромнейшую благодарность своим патреонам и спонсорам на Бусти. Чем вас больше, тем ближе становится моя мечта заниматься Ютубом на полную ставку. Спасибо вам огромное, что поддерживаете то, что я здесь делаю. Ну и, конечно же, всех люблю, всех целую. Дайся, от вас свет. И не забывайте, фэнтези это круто. Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. С вами, как всегда, Игорь. И сегодня... Ну что, друзья, все преми... Шла-са-ша-па-ша-са-са-са-са-са-ла-сушку. Карл украл у Клара. Карлы, а Клара украла у Карла. Клары-да! Бл-бл-бл-бл. И длиннее, чем большинство книг, которые когда-либо были вылеплены... Бл-бл-бл-бл-бл-бл.